Еще один полковник-миллиардер. У бывшего официального представителя МВД России в Абхазии Сергея Терентьева обнаружилась недвижимость на Рублевке. Сам он уволился и уехал за границу сразу после задержания Дмитрия Захарченко. Это два земельных участка площадью 40 соток и дом около 500 квадратных метров. Кроме того, как пишет Мэш, Терентьеву принадлежат виллы во Франции и в Монако, частные вертолеты и автомобиль Бентли. При этом, согласно его последней декларации в 2014 году, его доходы немногим превышали 2 миллиона рублей. Сейчас генпрокуратура проводит проверку законности происхождения этих активов. С огромной долей вероятности, эта собственность достаточно быстро будет обращена в доход государства и выставлена на торги, говорит юрист Московского правозащитного центра Михаил Салкин. Чиновники должны отчитываться о своих доходах и иногда даже о расходах. Если у них выявляется какое-то имущество, происхождение которого они не могут подтвердить и обосновать, его законность приобретения, тупокатура выходит с иском о признании это собственность федерального бюджета и, соответственно, бывший чиновник или действующий должен доказать, что он действительно эти деньги мог заработать, получить и вообще легалность происхождения с источника тех доходов, на которые он это купил. Если он докажет, что купил это законно, ну, например, ему бабушка унаследовала какое-то безумное состояние, то не вопрос, останется за ним. Но так как в большинстве случаев, если это связано с коррупционными делами, которые, в том числе, уже в процедуре расследования и даже в розыске, то за 4 месяца все это уйдет собственность Российской Федерации, а уж потом Росимущество, видимо, выставит это на торги, потому что расходы для его обслуживания российская казна нести-то, скорее всего, не захочет. Михаил Салкин. По данным издания газета РУ, если в суде будет доказано, что состояние Сергея Терентьева было получено за счет взяток, ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Вопрос, будет ли Россия требовать выдачи бывшего полковника, и если да, будет ли это требование достаточно убедительным. Кроме этого, поскольку Терентьев проживает во Франции уже 5 лет, он вполне мог натурализоваться. В этом случае экстрадиция становится невозможной по закону.